Добрый день! С вами Анна на канале Высший Вечер. Я закончила рисовать картину цветок гибискуса. Вот такая вот красота у меня получилась. Напомню, это картина по номерам. И это мой первый опыт работы с красками за много-много лет. Последний раз я брала в руки кисти ещё в школе. И было это давно. Так вот, на правах человека, неискушённого совершенно, могу сказать, здорово. Очень увлекательный, даже залипательный вид творчества. Не без сложностей, конечно, но здорово. Были периоды, прямо скажем, вдохновения, когда всё получалось, краски ложились идеально, и всё было великолепно. А были моменты негодования, отрицания, когда, ох, не подходи, убью, когда вообще ничего не получалось, и всё шло просто кувырком. Но настойчивость и стремление доделать начатую работу до конца брали вверх, и я продолжала. Результат, как видите, вышел интересный. Не могу сказать, что здесь всё получилось идеально. Есть ещё что исправлять и совершенствовать. Предела совершенству нет. Но, на мой взгляд, этот вид творчества не для всех. Он очень специфичен. Нужно кропотливо работать над собой, вырабатывать навык. Здесь важен навык, умение. Мало просто закрасить участки схемы краской положенного цвета. Нужно представлять картину в целом, видеть, как этот элемент вписывается в общую канву. Даже мазки нужно правильно класть по структуре, по рисунку. И всё равно. Это волшебство, когда из разноцветных кусков вдруг появляется картина. Это сказочные ощущения, и я хочу их испытать ещё раз. Так что присмотрела уже несколько новых сюжетов. Сделав одну работу, я уже накопила, пусть небольшой, но опыт. И хочу им поделиться с такими же, как я, новичками. Подробно по пунктам всё изложила в своём телеграм-канале «Высший вечер». Ссылочку оставлю внизу, под видео. Единственное, что хочу упомянуть здесь, это для первой работы лучше выбирать рисунок на картоне. У картона структура гладкая, и краска ложится легче. Нет микроскопических непрокрасов, как на холсте. Они как крапинки портят всю картину. На картоне нет таких проблем. Но в целом мне понравилось работать с красками. Я довольна и процессом, и результатом. Картина по номерам и алмазная мозаика – это разные направления живописи. Как две руки у человека, левая и правая. Кто-то левша, кто-то правшая. Каждый выбирает то, что ему нравится, то, что ему по душе. А есть такие сюжеты, где совмещается и работа с алмазной мозаикой, и с красками. Я сама не делала ни одного сюжета, но мне прислал небольшое видео зритель Владимир Ионов. Посмотрите, какую красоту он создал своими руками. Это просто великолепно. Море, дельфины резвятся, все такое настоящее, живое. А эти пузырьки! Алмазка дает блики, живые скольжения. А прорисованное море – это их дом. Оно спокойно. Картина в холодных, сине-голубых тонах. Но ощущение теплое, нежное, немножко игривое. Живопись дополняется алмазкой и смотрится гармонично, целостно. Великолепная картина «Замечательный мастер». Я сейчас делаю отдельный ролик по его работам. И попутно родилась идея, на мой взгляд, отличная. Это создать интерактивную галерею, где будут выставляться ваши картины. И стесняться не нужно. Пускай их видят все. Как вы считаете, хорошая идея? Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. А на сегодня все. Творите и вытворяйте. Только прекрасное и полезное. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Кстати, «Высший вечер» теперь и в Телеграм. Так и называется «Высший вечер чат». Там можно и пообщаться, и вопросы задать, не стесняясь. И работы свои показать. И поплакаться, если что-то не получается. Совет получить. Ссылочку оставлю внизу под видео. Заходите, пообщаемся. Ваша Анна. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok